МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на 5-м канале. В студии Екатерина Четверикова. О самых важных событиях дня расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некошенная трава – это не только неэстетично, но и опасно для жизни и здоровья горожан. В городском дворце культуры с большим успехом прошла премьера рок-мюзикла «Вера для ворона». В Азове состоялись соревнования по греко-римской борьбе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С приходом долгожданного лета в городе появляется очередная проблема, а именно заросли некошенной травы. Многие азовчане негативно относятся к такому положению дел и стараются привлечь к решению этой задачи администрацию Азова. Ведь в городе много аллергиков, а сезон цветения амброзии уже не за горами. Если рассматривать правовую причину покоса травы в летний период, нужно вспомнить, что существует такой документ, как правило, создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах. Согласно этому документу, работники ЖКХ должны осуществлять уход за зелеными насаждениями, сеять, поливать, удобрять, стричь, высаживать кустарники и цветы. Казоны же следует косить, когда трава выше 10 сантиметров, а оставлять нужно всего 3-5. Работники ЖКХ обязаны осуществлять покос каждые 15-20 дней. Этого в настоящее время никто не делает. Почему? Ответ лежит на поверхности, не хватает финансирования. При этом в администрации постоянно ведутся разговоры о туристической привлекательности Азова. Второй немаловажной причиной является то, что во многих регионах России распространены клещи, переносчики энцефалита, боррелиоза и других опасных заболеваний. Укусы клещей во дворах на детских площадках достаточно часты. И человек, серьезно пострадавший от укуса клеща на дворовой территории, может подать в суд на работников ЖКХ и выиграть дело, если трава не будет скошена вовремя. И третий повод скосить траву – эстетический. Площадка с аккуратно скошенной густой травой смотрится намного привлекательнее и лучше заросшей бурьяном. А город с ухоженными газонами, придорожными зелеными территориями, с цветами и подстриженными кустарниками представляется гостям более уютным и гостеприимным. Екатерина Четверикова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В минувшие выходные в спорткомплексе «Братьев Самургашевых» состоялись соревнования по греко-римской борьбе, посвященной празднованию Дня защиты детей, в которых приняли участие юные спортсмены. Подробности в сюжете. 4 июня на базе спорткомплекса «Братьев Самургашевых» состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди детей двух возрастных категорий – 8-9 и 10-11 лет. Всего приняли участие 75 спортсменов. Несмотря на юный возраст, борцы показали неплохие результаты, чем обеспечили себе путь к более серьезным соревнованиям. «Да, это наши воспитанники Азовской школы борьбы и Пулешовской школы борьбы. Мы, это, у нас, получается, младшие дети, то есть они, первые у них являются эти соревнования, первые соревнования. То есть, просто решили посмотреть, чему они научились, можно сказать, за год, за два, то, как занимаются». Благодаря усердным тренировкам юные спортсмены осваивают борцовские навыки. Алексей Горобунов не так давно посещает секцию и считает, что именно здесь он вырабатывает в себе мужской характер. На этих соревнованиях Алексей занял первое место весовой категории 52 килограмма. «Я уже хожу на борьбу как два года, ну, уже второй раз на соревнованиях. Мне нравится, я становлюсь все сильнее и уверенней». Его товарищ по команде Кирилл Коросташов, занявший третье место, неоднократно принимал участие в соревнованиях и имеет неплохой опыт в поединках. «На соревнованиях я был два раза. Мне нравится сюда ходить. Здесь очень хорошо учат и учат постоять за себя». По результатам соревнований азовские спортсмены завоевали 40 золотых и серебряных медалей в каждой возрастной категории и 20 бронзовых. С начала учебного года ребят будет ждать череда новых поединков, в которых им предстоит показать всю свою выдержку и выносливость. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. В городском дворце культуры с большим успехом прошла премьера первого в Азове рок-мюзикла «Вера для ворона», автором которого стал солист группы «Отомстим» Вячеслав Майер. В постановке задействованы весь состав музыкальной группы, артисты эстрадного театра «Сфера» и мастерская танца «Тифам». Своими глазами увидеть необычное для нашего города представление собралось достаточно много народу, среди которого были не только азовчане, но и гости из Донской столицы. Мюзикл на тему постапокалипсиса, мне эта тема интересна. Опять же, его творчество мне очень нравится. А тут совмещение того, что интересно, стало вдвойне интереснее. Жду драйва, жду чего-то нового, жду нового уровня от группы «Отомстим». Фантастические фильмы про зомби-апокалипсис стали жестокой повседневностью, которая и предстала на сцене ГДК. Вдруг послышатся звуки недобрые, мы к тебе подтянутся люди, живые, но мертвые, это будет интересно. После катастроф, эпидемий, войн между элитами, на земле остались несколько разродненных групп выживших. Но главы самых влиятельных семей планеты решили уничтожить всех, кто еще помнит прежнюю жизнь. Они стреляют по выжившим, понимаешь? Сомневаюсь, что они что-то перекутали. Это было целенаправленное побоище. Мне кажется, надо уходить отсюда. Они нас тут два счета вычислят. Один из главных героев мюзикла «Ворон». Этот мальчик, которому выпало жить в самое жестокое время, видел больше мертвых, чем живых. Возможно ли в таких условиях оставить в сердце место для любви? Драматическая судьба и у другого главного героя, археолога. Его очень ждала, но так и не дождалась семья. Дорога была довольна. Когда я добрался в то место, где оставил их, я нашел дневники. Они ждали меня, но ждавших больше нет. Варяги в мюзикле – это наемные убийцы. Их задача – завершить то, что до конца не смогли сделать геноцид, война и эпидемия. Спастись очень трудно, но возможно. Пусть придут, идут на мой сон, я знаю, первыми будут свои. Но если, как это часто бывает в жизни, своих опережают чужие, у человека может погибнуть вера. Вера не всегда остается с человеком, если он сам не прикладывает никаких усилий. Но у этой вселенной есть еще для тебя сюрприз. Ты просто не смог не съесть, не обязательно завтра проснись. У этой вселенной есть такой изумительный план. Ты сможешь познать его весь, но только очистим от тепла кармана. Ну а что касается отзывов о рок-мюзикле, то все они оказались в превосходной степени. Это очень красиво, просто выступление, вот свет, ну, как люди пели это. Очень интересный сценарий, очень хорошая задумка зомби, и это было очень интересно наблюдать между песнями, как играют актеры, у них очень хорошая игра, особенно у детей, они очень хорошо отыграли, мне очень понравилось. Я в восторге. Вообще, я первый раз на таком мероприятии. Не ожидала. Очень понравилось. Очень здорово. Вообще, мальчик, который главную роль, ворон, ну, просто потрясающий, просто потрясающий. Талант будущий растет. Вообще шикарно все. Все продумано, все здорово. Музыка, исполнение, очень здорово. Было мощно, было круто, было классно. Хочется отметить, что все-таки, кто бы что ни говорил, это первый полноценный мюзикл и полноценный рок-мюзикл, который вообще проходил в Азове. Почему я уверен в этом? Потому что весь материал авторский, сценарий авторский, все продумано. Очень рад тому, что побывал на этом концерте замечательном. Для Азова такой звук я слышу впервые, для азовских музыкантов. Ну и вообще вся атмосфера, как бы сам спектакль. Ну, молодцы ребята, мне очень понравилось. Во многом ставка в мюзикле была сделана на заложенные в песнях смыслы. Так, чтобы познать изумительный план вселенной, сначала надо очистить от пепла свой карман. Это значит выбросить мусор, в том числе и из головы. То есть, как есть вполне такие народные приметы, что если ты хочешь, чтобы у тебя появились новые вещи какие-то в доме, надо выбросить хлам. То же самое, на самом деле, во многом и с чувствами, и с какими-то обидами, и какими-то переживаниями, которые уже тоже не приносят никакой пользы. Иногда имеет смысл очиститься и просто дать возможность новым впечатлениям, новым мыслям, новому дыханию вселенной попасть к тебе туда, в сознание. Автор, конечно, вложил в постановку свой сокровенный смысл. И, кажется, основной посыл зрители уловили. То, что близкие люди всегда с нами, и вот они рядом в любой ситуации. Вера должна жить в каждом. Вера лучше. Ну, без веры, конечно, несомненно, что люди не должны, все должно быть по вере. Но самая главная поддержка. Вера бывает, когда люди и друг в друга верят, и помогают, поддерживают друг друга. Ну, как бы сказать, живут ради друг друга. Вот, когда ты теряешь свою веру, она сгорает, и этот пепел оседает в твоих карманах, нужно его просто очистить. Потому что вера, она, она, скорее всего, как птица-феникс. Она сгорела и возродилась вновь с каким-то событием. Рок-мюзикл «Вера для ворона» позволил не только насладиться захватывающим спектаклем, но и вызвал мощный эмоциональный отклик у публики, а значит, стал заметным событием в культурной жизни Азова. Татьяна Ивашенко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. 8 июня в Азове состоится легкоатлетический турнир на Кубок заслуженного мастера спорта СССР Тамары Быковой. Ожидается, что чемпионка мира в дисциплине прыжки в высоту лично будет присутствовать на соревнованиях. Об этом и о многом другом нам сообщила начальник отдела по физической культуре и спорту Марина Насека. На прошлой неделе состоялись областные соревнования по легкой атлетике в городе Ростове-на-Дону. Участие принимали воспитанники ДЮС США номер два. Всего в копилке наших спортсменов две золотых медали, четыре серебряных медали и девять бронзовых медалей. С 4 июня у нас прошли завершающие соревнования муниципального этапа Спартаке Адыдона. Проходили по видам настольный теннис, волейбол, плавание и соревнования спортивных семей. Сейчас у нас подводятся итоги и чествование победителей и призеров будет 17 июня в здании администрации. В предстоящую среду у нас проводится открытое первенство города Азова по прыжкам в высоту на призы Тамары Быковой, нашей азовчанки, первой чемпионки мира в прыжках в высоту, заслуженного мастера спорта. Тамара Владимировна приедет лично, посетит наше соревнование, примет участие в торжественном открытии и, конечно, будет смотреть на наших спортсменов, на спортсменов лежащих городов. Будут участвовать города Азов, Ростов, Таганрог, Батайск, пока вот эти участники планируются. И в конце соревнований Тамара Владимировна наградит победителей и призеров. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин